Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. К счастью, прошли те времена, когда микроскопы были доступны узкому классу специалистов, биологам или лаборантам. Теперь любой ребенок и очень любознательный взрослый может приобрести качественный микроскоп. Широкий ассортимент недорогих биологических микроскопов позволяет изучать растительный и животный микромир, а также строение простейших организмов даже в домашних условиях. Продолжая ознакомливать Вас с некоторыми популярными моделями, мы предлагаем Вашему вниманию обзор детского микроскопа Брессер Визио Мар. Итак, начнем с описания поставки. Микроскоп и его принадлежности размещаются в прочном пластиковом чемоданчике. Это довольно удобно с точки зрения его переноски и хранения. Откроем чемоданчик и осмотрим его содержимое. Кроме микроскопа тут находится множество приспособлений и аксессуаров. В своих персональных ячейках расположились коробочка с пятью готовыми препаратами и чистыми предметными и покровными стеклами, набор для разведения рачков артемий, микротом, пинцет, пипетка, сетевой адаптер питания подсветки на 220 вольт, выпуклый светорассеиватель для нижней подсветки, цифровая камера с USB кабелем, компакт-диск с программным обеспечением, Photomizer SE и Webcam Video Cap, чехол для микроскопа. Собран микроскоп добротно, хорошая отделка и приятный внешний вид. Пластиковые элементы применены минимально, прибор не занимает много места на столе, его высота порядка 270 мм, а вес чуть более 1 кг. Микроскоп оснащен наклонной монокулярной насадкой, которая фиксируется на штативе с помощью прижимного винта. Ослабив его, мы имеем возможность развернуть насадку в горизонтальной плоскости, обеспечив более удобное положение окуляра. Оптическая часть микроскопа состоит из трех объективов четырехкратного, десятикратного и сорокократного, и двух окуляров десятикратного и шестнадцатикратного. Объективы расположены на револьверной головке. Сорокократный объектив имеет прижинищую оправу, предохраняющую от повреждения препарат и фронтальную линзу объектива при фокусировке. В трубку монокулярной насадки предустановлена линза Барлоу с коэффициентом увеличения в 1,6 кратах. На ее корпусе нанесена шкала, по которой, как предполагается, можно судить о текущем показателе кратности. Окуляры вставляются непосредственно в трубку линзы Барлоу, при этом фиксация окуляров не предусмотрена. Заявленный производителем диапазон увеличения микроскопа составляет от сорока крат до тысячи двадцати четырех крат. В целом оптика микроскопа хорошего качества. Хотя линзы не просветлены, а серебристая внутренняя поверхность окулярной трубки при выдвижении линзы Барлоу заметно бликует. Подготовка микроскопа к работе достаточно проста. Подключаем его к сети, используя входящий в комплект сетевой адаптер. С помощью ручки переключения уровней подсветок включаем освещение предметного столика. Нижняя светодиодная подсветка используется для наблюдения прозрачных образцов. Верхняя подсветка для исследования объемных непрозрачных образцов. Возможен также смешанный режим освещения. Надо сказать, что верхняя подсветка может быть использована только при небольших увеличениях. Дело в том, что объективы, дающие сильное увеличение, имеют довольно большие размеры и существенно перекрывают световой поток, идущий от осветителя. Уровень подсветки регулируется колесом с диафрагмами и пятью цветными фильтрами, расположенными под предметным столиком. Кроме этого, можно воспользоваться простым приспособлением в виде картонной карточки, которую можно положить на нижнюю подсветку. Настройка фокуса производится ручкой грубой фокусировки. Надо сказать, что фокусировка очень плавная и даже при максимальном увеличении можно быстро и точно сфокусироваться. Диапазон перемещения предметного столика в процессе фокусировки порядка 10 мм. Для закрепления стекла с препаратом на поверхности предметного столика имеется два подпружиненных держателя. Для получения фото, видео изображения в комплект микроскопа входит цифровая камера Bresser с разрешением 320 на 240 пикселей на день. Она устанавливается в монокулярную трубку вместо окуляра и линзе Барлоу. Давайте посмотрим, какое изображение дает этот микроскоп. Несмотря на то, что оптика не просветлена, качество даваемого ей изображения весьма хорошее. Серия фотографий, сделанная сорокократным объективом, говорит сама за себя. Картинка четкая и достаточно резкая по всему полю зрения. Фото перца, пробки, инфузорий и туфельки. Довольно интересно смотрятся объекты при верхней подсветке. Фотографии, сделанные с четырократным объективом. Вот кристалл сахара, а вот соли. Конечно же, биологический микроскоп Bresser Visiomar, это не профессиональный лабораторный микроскоп, поэтому не стоит относиться к его небольшим недостаткам слишком критично. Он предназначен для некей и личников. Но он имеет и массу достоинств. Шикарный набор различных аксессуаров для самостоятельного приготовления препаратов, готовые препараты и, конечно же, цифровая камера, которая позволит наблюдать изображения исследуемых образцов на экране компьютера. С Вами был технический обзор от лабораторий Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!